К новостям технологий. Внешний вид обычных телевизоров может радикально измениться. Два крупнейших производителя такой техники предложили делать их прозрачными. Станет ли это трендом, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Прозрачный телевизор, удобно ли это? Добрый день. Ну, скажем так, в том варианте, что показали теперь, этим можно пользоваться с некоторыми оговорками. Так что прямо трендом это вряд ли станет. Скорее, это демонстрация возможностей и прощупывания интереса аудитории. И, собственно, на то и проводят выставки. Сегодня в Лас-Вегасе открывается крупнейшая в мире выставка потребительской электроники СИЭС. Она же первая в году и, главное, не специализированная, в отличие от большинства, скорее, отраслевых форумов. То есть там можно найти что угодно от умной бытовой техники и носимых устройств до решения в области транспорта и иногда даже квантовых компьютеров. В общем, считается, что именно там определяются направления развития электроники на ближайший год. Формально выставка еще не открылась, но первые большие презентации по традиции уже прошли в так называемый нулевой день. В этом году череду анонсов открыла NVIDIA. Крупнейший производитель видеоускорителей, который так активно теперь использует для тренировки систем искусственного интеллекта. Но в рамках СИЭС NVIDIA сосредоточилась больше на своем изначальном рынке и представила новую линейку видеокарт для любителей компьютерных игр и тех, кто работает с различным визуальным контентом. Точнее, это дополнение существующей линейки. Три ускорителя серии RTX 40 Super, как предполагается, должны быть привлекательны с точки зрения соотношения стоимости и производительности. Это к тому, что NVIDIA, хоть и занимает почти 80% этого рынка, в прошлом году уступила пару процентов компании AMD. С другой стороны, не рядовые пользователи, а скорее заказчики из числа крупных корпораций и глобальный бум нейросетевых технологий обеспечили NVIDIA невероятный рост. За минувший год стоимость компании утроилась. Она стала первым производителем процессоров с капитализацией более триллиона долларов и шестой по стоимости компании в мире. Впрочем, дальше NVIDIA, возможно, ждут не настолько успешные времена. В минувшем году на фоне все той же гонки искусственных интеллектов США начали вводить ограничения на экспорт соответствующих технологий в Китае. Причем под запрет попали не только специализированные серверные решения, но даже топовые версии вроде вполне бытовых видеокарт для домашних игровых компьютеров. NVIDIA несколько раз подстраивалась под требования экспортных правил и выпускал ускорители, формально не попадающие под ограничения. Но по данным Wall Street Journal, интерес к таким упрощенным и замедленным версиям внутри Китая снижается. И касается это в том числе, как говорят, еще не вышедшие видеокарты NVIDIA 4090D, которые проектируют как раз для Китая и для китайского рынка по версии аналитиков Wall Street Journal. Во-первых, урезанные версии чипов NVIDIA получаются не сильно производители собственных китайских решений для тата-центров. А во-вторых, облачные гиганты Alibaba, группы Tencent, Baidu и владелец TikTok ByteDance ожидают нового ужесточения ограничений и все больше смотрят на местных поставщиков микроэлектроники. Ну а из технологий, более приближенных к рядовым потребителям, в рамках выставки CES уже успели показать пару новых экранов. Два традиционных конкурента, два крупнейших разработчика и производители дисплеев корейские Samsung и LG почти одновременно анонсировали два первых прозрачных телевизора. У Samsung это первый прозрачный микро-LED дисплей, у LG первый прозрачный беспроводной OLED дисплей. Так-то прозрачные мониторы не новость, но до сих пор используются они не очень активно, в том числе потому, что изображение на них выглядит блекло. В варианте LG OLED оно уже достаточно яркое и легко различимо. По крайней мере в режиме ожидания, когда телевизор используется не по прямому назначению, а как элемент обстановки гостиной, превращаясь, например, в электронный аквариум с анимированными рыбками. Впрочем, в устройстве предусмотрена и черная непрозрачная шторка, которая поднимается за экраном, и тогда все это превращается в обычный OLED-телевизор со всеми ему плюсами, но без удивительной прозрачности. В Самсунге же пошли немного дальше. Их микро-LED дисплей, по ощущениям, еще немного ярче, но никаких шторок в нем не предусмотрено. То есть он существует только в прозрачном варианте, причем совсем безрамочном. Дисплей ничего не окантовывает, это просто лист стекла толщиной около сантиметра. С другой стороны, если телевизор от LG похож на, как минимум, предсерийный вариант с понятным позиционированием, то чудо-дисплей от Самсунга, это, похоже, скорее прототип демонстрации возможностей, ибо, во-первых, никаких указаний на его массовое производство нет, а во-вторых, как уже заметили участники выставки, даже просто микро-LED телевизор Самсунг непрозрачный, стоит как самолет в буквальном понимании этих слов. Сколько стоил бы прозрачный, даже представить себя страшно. Продолжение следует...